всем привет это подкаст полите за своих меня зовут михаил полинов мы никогда раньше не выходили экстренно а теперь вот решили но повод серьезный дело в том что на протяжении всей недели только множится история ухода месси из барселоны в самых разных плоскостях и непонятно к чему она приведет вроде бы сейчас следующий этап это судебное разбирательство по поводу одного конкретного пункта в контракте попробуем разобраться что это за пункт мы обязательно поговорим о том что такое бюро факс и почему именно так месси отправлял свой запрос знаменитый хосепо бартомео уйдет ли месси из клуба куда уйдет и что это будет значить для него для нового клуба для новой лиги и для самой барселоны в общем короче говоря очень много вопросов и мы начинаем самого главного к подкасту болеть из-за своих присоединяется иван калашников журналист блогера автор подкаста извините пирожки прямо из барселоны ванну как там люди с плакатами руки брочь от месси выходят на улицу я видел фотографии что вчера какая-то группа особенно активных болельщиков пыталась попасть в офис где сидит жорде бартомео президент барселоны и охранники их в общем даже как-то пустили на территорию собственно комп ноу где офис находится но потом приехал полиция вежливо сказал что все таки ломиться в двери не надо и в окна лезть тоже не надо а сегодня эмоциональная фаза как это наступило сегодня все постит фотку как пришел какой-то в общем довольно такой же в возрасте человек болельщик барселоны и стал буквально там рыдать около офиса бартомео и говорить что тот испортил ему жизнь если он если месси уйдет и в общем уже как-то видим на жалость решили подавить чтобы допустить этого потому что мне кажется за последние дни стала более реальным что ли угроза ухода месси как-то больше народу в это поверили хотя и раньше какие-то слухи периодически возникали но сейчас такое впечатление что что многие прямо начинают уже думать о том что это может произойти давай о некоторых на таких вещах которые сопровождают всю эту историю ну например что такое бюрофакс потому что сейчас это слово очень многие любят любят склонять потому что именно этой штукой этим агрегатом месси отправил уведомление о том что он хочет уйти из барселоны что это и как столкнулся впервые с этой истории вот буквально там несколько месяцев назад это такая форма которая почему-то распространена именно в испании и далеко не всем за пределами страны знакомы такая форма заказного письма или вот как мы все в американских фильмах и сериалах видим когда какой-то человек обычно одетый в курьер или кого-то еще откликает на улице кого-то по имени и говорит ему вы такой-то такой-то вы жорди бартаме вручает ему соответственно какой-то документ на его имя делается для того чтобы удостовериться что это тот самый человек и чтобы он потом не мог сказать что я этого не получал это тоже самое только без посредника то есть это письмо которое гарантированно дойдет до получателя и он не сможет потом сказать что он получил его в другой день или не получил вообще это просто такая гарантированная форма доставки уведомления поэтому если месси условно говоря позвонит бартаме а вот тот не возьмет трубку то тогда они не смогут поговорить отправит имейл тот может сказать что он в спам попал а с бюрофаксом уже никуда не денешься бюрофакс это то что содержание чего адресат обязательно получит прочтет и в общем должен быть как-то на это реагировать этот очень важный момент потому что нужно было отправить уведомление о желании месси уйти до окончания сезона окончание сезона официально это финал лиги чемпионов ну так как барселона принимала участие в плей-офф барселона как мы знаем вылетела раньше месси успел в нужные даты отправить но есть заковыка и вот этот самый пункт в контракте как раз тот самый о котором так много говорят о том что месси по этому пункту в контракте может уйти в любой момент из барселона он двусмысленный сейчас потому что речь идет здесь о и мы будем это с илью геркусом еще обсуждать с юридической точки зрения как это выглядит потому что он как бы в нормальных условиях этот конец сезона уже пройден потому что никто же не знал что будет пандемия и сезон так растянется и вот сейчас вокруг этого как раз и разворачивается главная борьба судя по всему мне кажется я не буду пытаться сделать какое-то юридическое заключение но понятно что нужно это было сделать потому что есть разные трактовки этого конца сезона нормальная и вот так которая связана с тем что сезон был отложен потом возобновлен это скорее такой ну это такая подстраховка то есть если дело дойдет до того чтобы придется прямо выяснять это суде а это наверно как мне кажется никого не должно не не устраивать устраивать самый высокооплачиваемый игрок в мире один из самых крупных клубов в мире тем более который в общем друг с другом провели 20 лет как-то глупо им идти в суд и там цепляться к каким-то условно говоря совсем уже мало значимым деталям чтобы эту ситуацию разрешить конечно как-то заранее предполагать что такие вещи решаются до судебным соглашением тем более что это тоже довольно распространенная практика и вариантов и у месси в барселоны реально очень много я просто только вот отмечу что все эти детали вот то что он отправил этот бюрофакс то что например в каталонии уже официальные лица высказываются даже не имеющие отношения к футболу например президент каталонии ким тор рассказал что очень значит любит и уважает месси каталония всегда будет для него дома то есть напрямую ничего не сказал но как будто он эту возможность ухода уже подразумевает то есть как будто с ним попрощался сказал тебя тут всегда будут любить а мэр города барселона адекалау она сказала что тоже очень жаль что месси уходит но хотела бы чтобы было сделано все чтобы он остался то есть тоже вроде бы она не имеет отношения непосредственно к этому вопросу он так между строк вбросила идею что неплохо бы в общем и положительное разрешение для барселоны для города для клуба но возможно не для самого месси возможно такой вариант тоже будет поэтому раз люди об этом так говорят и говорят в общем то публично и еще до того как у них появляется информация уверен что они сами тоже не знают чем это закончится это просто все указывает на то что какой-то перед какие-то серьезные переговоры с каким-то серьезным итогом для месси или для барселоны точно состоятся то есть кажется что это уже не закончится как в прошлые разы просто слухами потому что здесь какие-то более серьезные козыри должны разыграть я могу только гадать что это нужно что вместе потребует вернуть суареса выгнать кумана или он потребует убрать бартамеу только вернуть неважно кого в альвера то есть это в абсолютной фантазии смысл в том что судя по всему это будет гораздо более напряженные переговоры чем раньше и итог их будет более скажем так заметный и чем 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 то чем заканчивались предыдущие переговоры месси с клубом ты представляешь месси в другой команде да вполне потому что часто бывают такие что люди какие-то уходили легенды из своих команд уже не в том возрасте чтобы начинать так сказать карьеру с чистого листа скорее скорее всего месси как раз уже в той ситуации точно я могу его конечно представить выиграющим трофеи могу представить что он приносит пользу абсолютно любой команде мира в то же время могу представить что попадая в любую команду мира он тоже в какой-то степени может становиться проблемой для каких-то планов тренера но с другой стороны мы видим это во многих очень клубах и со многими игроками что какой-то конкретный игрок не такой даже звездный как месси может конкретному стилю тренера в конкретный момент с конкретным набором игроков мешать и в данном случае эта ситуация может действительно возникнуть с кем угодно как я не знаю эриксон в интере или кто-нибудь там дьего коста кому он там мешал в челси то есть штука в том что все при этом иметь такую проблему и решать ее смеси все еще лучшим игроком в мире наверное очень многие команды если они финансовую часть потянут готовы пойти на такой риск тоже и взять этого человека например не знаю на сезон а потом проводить его либо обратно барселона либо млс куда не существует ли какое-то общественное мнение то есть разделено ли оно в каталонии по поводу вот этой всей истории потому что бартамео очень уперто стоит на своих позициях и он их не сдает на такое ощущение что он в одиночестве сейчас у меня есть впечатление что люди делятся на тех кто против бартамео и на тех кто против бартамео и заодно считают что уход месси не станет трагедией для барселона что рано или поздно это нужно проходить делать другое дело что если ты только против бартамео то как бы то месси скорее твой союзник потому что сначала его эти попытки уйти воспринимались именно как попытка такого очевидно очередного там переворота или по крайней мере ослабление позиции бартамео перед выбором если уж там не попытка сделать так чтобы он в отставку ушел то есть я думаю что большинство людей хочет чтобы ушел бартамео просто дальше потом вопрос хорошо предположим бартамео прямо сейчас говорит я рушу клуб за который я сам болею я рушу клуб за который болеет куча людей во всем мире все я ухожу в отставку давайте вместе пожалуйста вставайте давайте решать проблему но ведь уже в клубе тренер куман который уже насколько я понимаю успел довольно неприятно поговорить с уаресом который друг месси вроде бы как бы тоже не очень хорошо поговорил самим месси и отыгрывать эту ситуацию обратно в общем будет сложно поэтому я думаю что тут наверное люди которые раньше не могли себе представить уход месси понимает что сейчас стал более реальным потому что какие-то переменные чтобы оставить все как было оставить его да еще и команду обновить это уж какой-то совсем ну сказочный путь сложно себе представить что должно произойти это же действительно должен смениться сразу резко президент тренер причем в стиле у тренера сборной испании на чемпионате мира в россии да то есть вот прям за день как раз чтобы он исчез и и все о нем забыли такого конечно не произойдет поэтому я думаю что те кто раньше был только против бартамео они сейчас пытаются головой как-то привыкнуть тому что действительно эту команду нужно перестраивать если месси уйдет то тогда я думаю большинство будет настроено на прям радикально какую-то перестановку на тренера визионеры и так далее по твоему представлению насколько этот процесс может затянуться тут речь идет о чем если например уходит месси меняется вообще все вот это поколение уходят это же золотые золотые годы это сразу несколько игроков это и суарес и бускец и альба и пике называются через запятую там все это все то золотое поколение на что может что может барселона настичь по-твоему это может превратиться в манчестер юнайтед например который так и не выбрался после ухода фергюсона на топ английский ну конечно на манчестер юнайтед повлияли мне кажется две причины или это одна причина глобальная это слабый менеджмент и соответственно неправильный выбор тренеров этим менеджментом хотя ну наверное в какой-то степени две разные проблемы потому что некоторые тренеры все равно какой-то результат показывали просто это скажем недолгосрочно было я бы тут на другое английский клуб посмотрел в том смысле что даже такая перестройка даже такого клуба не обязательно должна опускать его на дно как испаньол болельщики испаньола просто барселоне уже ждут барсу в следующем году в секунде как ты понимаешь единственная надежда но нет такого точно не произойдет достаточно посмотреть на челси тоже команды которые за трансферного бана должна была относительно ограниченными ресурсами пользоваться своей академии игроками которых они обычно отдавали в аренду массово и тренером который несмотря на то что он делает какие-то успехи безусловно мы все равно не знаем что за тренер фрэнк фрэнк лэмпорт до конца что из него получится как долго он еще в челси задержится то есть это просто нормальные подающие надежды молодой тренер который пришел в клуб оказался сложной ситуации и показал неплохой результат теперь мы видим что с тем как челси усиляется сейчас чтобы него верят игроки что у клуба снова есть ресурсы нет бана что люди хотят играть под его руководством видно что этот клуб никто не считает сейчас челси аутсайдером апел или клубом окажавшимся сильно проигрышном положении по отношению к другим на фоне арсела арсенал например челси выглядит очень достойно и я думаю что с барселоны может произойти то же самое то есть хорошо мы объявляем год в который мы потеряли главного игрока и часть людей которые добывали нам результат мы достаем всех наших этих людей из из ламаси из барсы б и в общем то начинаем с этими ресурсами двигаться дальше после например первого успешного сезона который показывает на то что в команде есть идея развития тренер общается с игроками так далее естественно тут более крупные игроки захотят вступить в игру тоже в любом случае это конечно исторический момент потому что такой вот глобальной перестройки барселона ну на глазах многих может быть и не не переживала тем любопытнее посмотреть куда все это куда свет заведет иван калашников из барселоны в нашем подкасте вальде спасибо тебе огромное очень интересно я геркус присоединяется к подкасту болейте за своих добрый добрый день спасибо что нашли время давайте с вами обсудим с точки зрения управленческой то что происходит в барселоне когда клуб и ее главная звезда начинают расходиться вот так вот и бить посуду какой путь надо каким путем им надо идти и тем и другим ну я думаю что ситуация не типичная потому что настолько главной звезды редко встречается чтобы это был системообразующий игрок который там его бренд просто гигантский даже относительно большого бренда барселона если очень сложно конфликт тяжелый ну конечно надо намериться как то как то если разводиться то мирно но мне кажется адвокаты миссии люди которые стоят за его уходом который его который он уже ведь по всей видимости обсудил и придумал какую-то стратегию выхода из барселоны они его сейчас убедили сделать этот шаг уведомить клуб о том что он хочет уйти уйти бесплатно тем самым они обозначают рамки будущих переговоров которые безусловно будут а вот смотрите по поводу по поводу уйти бесплатно мы уже знаем о том что весь затык вокруг одного пункта который в контракт миссии добавлялся ну по моему всегда о том что когда он захочет уйти он может уйти в любой момент ну естественно все понимали прекрасно что просто так миссии наверное не захочет идти и этот пункт добавляли не опасаясь что он сработает вот сейчас миссии решил этот пункт использовать и весь вопрос заключается в том как считать нынешний сезон потому что руководство барселоны настаивает на том что этот пункт закончился в мае когда закончился сезон и как прописано это собственно в контракте а сторона миссии утверждает что раз сезон был доигран то и закончился он для барселоны в день вылета из лиги чемпионов как по-вашему вы сталкивались с клуб с контрактами футболистов и так далее кто здесь имеет больше шансов на то чтобы доказать свою правоту ну смотрите я первое хотел бы обратить внимание на то что этот пункт не даже если он не сработает сейчас он все равно возник в конце следующего сезона да то есть до конца там какого-то мая сезона 2021 он вернется и миссис может уйти в следующем сезоне если он не сможет восстановиться сейчас это первое то есть речь идет о споре контракт до следующего года а тем более тем более то есть так или иначе мы говорим об одном годе я хотел вот это подчеркнуть да и поэтому говорить о выкупе за 700 миллионов я думаю об этом речь не идет о 700 миллионов клади на бочку уходи так вот такого разговора не может быть то что всего на всего год и мы понимаем вот это это небольшая часть контракта это с одной стороны с другой стороны если в контракте указана дата и нет слов или по окончании сезона что наступит позднее то надо следовать дать и данном случае текст договора имеет больший вес большую силу чем любые рекомендации любых фифа и уефа контракты должны соблюдаться это краеугольный камень законодательства спортивных если там указана дата он в эту дату не воспользоваться никакие форс-мажорные обстоятельства это изменить не смогут тут он проиграет но если коль скоро такая такое желание высказано и желание бить посуду уже продемонстрировано я думаю так или иначе заказа какую-то сумму барселона будет согласно его отпустить за какую-то компенсацию вопрос я думаю идет от торги за размер компенсации исключительно да да сумма отступных прописаны в 700 миллионов евро это космос даже для там шейхов в манчестер сити и для катарских мы помним мы помним казус который правило с крестьяну роналду случилось когда ему прописали то ли по недогляду там повторяли предыдущие контракты оставляли 100 и раньше там 10 лет назад это казалось фантастической суммы 100 миллионов евро сейчас оказалось что это вполне себе подъемная не для всех клубов безусловно для супер клубов на величина и вентус воспользовался вытащил за 120 или 110 я не помню конкретную сумму 100 с небольшим и абсолютно был счастлив сделать такую сделку поэтому они поставили 700 за предельную сумму и поэтому сейчас они начинают от нее торговаться вниз я думаю ман сити готов будет выложить 100 150 за миссии понимая да какой огромный маркетинговый потенциал имеет этот игрок и какое просто какой успех будет у ман сити просто заполучить его на поле неважно как он будет играть вашему счету сейчас очень много ну практически все комментаторы конечно на стороне так или иначе миссии и руководство барселоны особенно президенту братом и очень серьезно достается у вас есть что сказать в его не то чтобы защиту наверное защите пока не нуждается но как бы вообще объяснить с его точки зрения как все это происходит сейчас смена тренера 2-8 уход миссии так далее но с его точки зрения клуб в тяжелой турбулентности находится и коль скоро он нанимает тренера и дает ему диктаторские полномочия да то он по всей видимости рассчитывал на какую-то перестройку и перестройка серьезная поэтому полномочия для именно осуществления этой перестройки и то что часть игроков с этим будет не согласна скорее всего он должен был предполагать да и проблема же 82 это не не миссии проблема одного это проблема всей команды кого-то из них нужно оставлять кого-то нужно с кем-то нужно расставаться то есть это фундаментальный перестройка супер клуба это тяжелейший процесс для президента для тренера все должны быть едины это восстание которое поднял миссия но конечно с точки зрения клубных властей но мне не близко честно говоря вот давайте вспомним тот же самый уход роналду да роналду ушел поставив на полку в музей клуба третий трофей подряд и в общем то ушел тоже было грустно тоже был это орел скандальности но тем не менее реал смог с этим справиться там загрустнулась многим но тем не менее потери были большие они с вами справились вместе уходят взрывая за собой по сути клуб да пытается уйти сейчас это тяжелая история как бы ни был неправ его президент а безусловно он не прав скоро он довел ситуацию до до такой тяжелой да все таки ему можно отчасти посочувствовать что на какую-то лояльность он скорее всего рассчитывал и одну своей супер главной суперзвезды а тут ведь еще проблема заключается в том что куман пришедший он в общем не сгладил никаких углов ты после встречи с ним миссия бы дал понять что он больше как бы готов склоняться к уходу чем к тому чтобы остаться луису суаресу в общем по большому счету сказали что в его услугах больше не нуждаются а серхи бускет жерар пике это в общем та самая старая гвардия которая все что можно выиграла это осколки золотой команды гвардиолы и так далее и для болельщиков они воспринимаются ну как большие фигуры как сенаторы и с ними как-то вот хотелось бы чтобы помягче обходились как-то поприличнее просто одно и странно но куман такой же сенатор барселоны как и они он тоже в общем-то выигрывал играл не так много возможно да но и потом какой у него характер то тоже все знали это не тайна что рональд суров он и был суровым небольшой знаток истории барселоны он чуть ли не до трех тридцати четырех тридцати пяти лет играл там не был прям жестким жестким насколько я помню игроком поэтому то что он будет рубить и рубить с плеча мы знаем что голландские тренеры там и адвокаты вангал они в общем-то ребята все довольно такие знаете жесткие как минимум они и они ребята про эффективность и они вот это тасканье с игроками каким бы великими бы они не были а это не свойственно да и кровь вспомним да что он говорит да в общем то то есть заходит диктатор диктаторскими полномочиями и сразу встречает фронду встречает сопротивление конечно она будет будет это воспринимать негативно может быть нужно было нанять другого человека но тогда это должен быть точно не куман да вот ситуация на мой взгляд то кто но не куман но видимо хватили преемственность я уж не знаю чем руководство когда нас выбирали вот именно вот это в случае если это все перейдет в тяжбу судебную чем дольше тем кажется это будет на руку барселоне потому что мисси как бы останется пока в клубе уж не знаю готов ли он бойкотировать тренировочный игровой процесс я думаю нет мне кажется это немножко другой игрок что будет в случае если это дойдет до суда я уверен что сейчас идут переговоры и в эту минуту идут и шли несколько дней назад и будут продолжаться я уверен что до начала сезона этот конфликт разрешится тем или иным способом и я склоняюсь к тому из той информации которую мы по газетам знаем что какие-то отступные будут заплачены и он уйдет в те клубы которые называют в один из тех клубов которые называют либо сити либо интер но я думаю интер но я думаю что чтобы сгладить сюда вот нервозность барселона клуба барселона сити может заплатить сто сто пятьдесят миллионов и получить как в рамках честной сделки да этот контракт этого игрока я думаю вот вот а на этом они договорятся никаких судов там это уже ужасов отказов от тренировок вот каких-то ну совсем тяжелых историй все таки он воспитанник все таки это его я думаю он он неравнодушен клубу болельщикам такого не дайте мою муну а вот если вы представите гипотетическую ситуацию что вы например президент интера вы бы сделали все что в ваших силах для того чтобы месси пришел конечно а нет риска что он придет и сломает то что строилось до этого нет я думаю не то что президент интера сейчас президента интера поддерживает вся федерация футбола италии и все руководство серии а потому что это казарной туз знаете с точки зрения телевизионных прав с точки зрения маркетинга с точки зрения афиши это это получить там второго или первого по разным версиям лучшего игрока в мире но точно самую раскрученную афишу получить к себе в италию они пойдут на все потому сейчас вся италия в баре с президентом более того возможно они подключили папа римского потому что он в энергетике имеет свои связи я шучу я не включаю это это очень серьезный трансфер это трансфер на уровне государственной политики я думаю там все тут нет оценки риска не кладут сейчас начинают чаши весов все на свете я думаю то же самое будет делать сити поэтому ставки высоки ну и да нет как вам кажется миссия уйдет мне кажется да но такой шаг тяжелый который он сделал он перешел пересек черту перешагал рубикон я хотел оставить одним словом да у меня не получилось но он сделал все чтобы сжечь за собой обратном пути нет вопрос сейчас об условиях ухода в любом случае проходит эпоха если миссии уходят это конечно будет может быть начинать какая-то другая но это скорее всего заканчивается это кроме ансто заканчивается давит такое как бы чувство того что сопричастности и огромный огромный ущерб потерпит ла-лига огромный ущерб вот эпохальное противостояние которое определял лицо ла-лиги он произойдет может сейчас в этом сезоне это будет конечно но это уже произошло отчасти да когда пришел кристиан и мы видим насколько воспряла серия а после ухода кристиан какой это был огромный для них подарок несмотря на что кристиана по мнению многих критиков там недостаточно хорош там что-то не выиграл лигу чемпионов все равно это огромное перемещение фокуса внимания на италии сейчас все разглядели снова итальянские клубы и наполи и интер и аталанта и милан насколько это возродило интерес к итальянской лиге насколько они все воспрянули духом потому что у них есть супер игрок это 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 просто гигантский гигантская удача в итальянской я думаю они все это понимают они все это почувствуют они уцепятся за него всем чем возможно вот это моим но если они за него там тащить к себе но если у алексея мерчика еще есть сомнения то надо переходить в италию играть с месси и роналду в одной лиге когда еще такое доведется это отдельный совершенно разговор да и они происходят почему лёша еще не там но это мы сейчас уйдем в другую в другие дебри это тоже кстати любопытная тема спасибо вам большое илья герпус подкасте болеть из-за своих как всегда очень интересно и круто спасибо константин ставр присоединяется к подкасту болеть из-за своих можно так представить да конечно суперски представил ты болельщик барселоны как тебе происходящее сейчас в команде в клубе вокруг месси и вообще вокруг вокруг клуба слишком много шума сейчас да но мне казалось на самом деле что то что происходит сейчас должно было произойти раньше нам много то есть если бы ну просто не за первый за ночью было само собой время то что есть есть какие-то проблемы в целом в команде и когда трансферы уже странные появились когда там тоже тоже гомеша тратить там 40 миллионов и потом он никак не играет его продают там и так далее но просто это все можно было списать на какую-то ну случайность то что в футболе такое бывает но вот уже что случилось на энфилде и мне кажется эта закономерность и именно этот матч стал показателем что у данного состава и возможно у главного тренера мне так казалось как болельщику что именно почему то что вот тренер неправильно измены сделал что этого состава нет характера то есть что то идет не так и нету игроков может каких-то с бойцовскими качествами как видали например потому что решающие по моему мячи были пропущены на энфилде когда видали убрали выпустили артура просто артура вот и как бы команда просто встает и у нее она не может найти себе резервы какие-то эмоциональные чтобы перевернуть такие матчи вот смотри они ведь были чемпионами они обыгрывали реал они его иногда возили просто как говорится рылом об асфальт в нескольких некоторых матчах даже когда проигрывали время и в ливерпуле ну реал сам не без проблем был последние годы если не мы не берем вот именно вот эти три даже когда реал брала лигу чемпионов они не могли взять тот же трэбл как сейчас бавария в этом году да то есть они сконцентрировались только на одном турнире и там выигрывали просто но действительно мне кажется что даже еще 28 это не показатель разницы прям в классе между командами это просто показатель того что ребята в какой-то момент встали и опустили руки и совсем перестали играть то есть это только только это можно объяснить мне кажется вот вот именно такой большой счет и я слышал но я тоже много читаю само собой смотрю видео по поводу того что творится и конечно я я и сейчас на вот в глубине души я очень сильно радуюсь тому что сейчас вот действительно скорее всего будет революция большая и вот этот костяк который уже вот именно таких аритетов в команде эта группа игроков пике бускец месси суарес альба они конечно ну уже в таком составе не могут переносить результаты на топовом уровне и им уже пора конечно с клубом расставаться большинству из них пока не мере то есть ты считаешь что эти все перемены уход этих больших игроков это плюс сейчас это хорошо это надо делать перемены всегда нужны ну то есть я не знаю какие еще нужны показатели руководство ладно про руководство это отдельная тема вообще в клубе но в целом даже сами футболисты должны видеть что уже ну так просто не будет уже получаться и в целом например посмотреть на левый месте помимо само собой того что я болел за барселона почему начал болеть за барселона потому что я персонально начал болеть за левый месте еще очень давно будучи совсем маленьким еще там в 2007 году именно вот этот парень меня почему-то привлек так получилось что он выиграл кучу золотых мячей и так далее я конечно за него постоянно переживаю и мне просто действительно очень интересно глянуть на него в другом коллективе в другой команде посмотреть как он вообще может себя проявить сейчас вот в такой ситуации мне просто кажется что в этой барселоне мы ловить уже нечего он сейчас в следующем году вот с куманом точно ничего там сверхъестественного не произойдет не получится новый какой-то невероятный барселоны сразу сходу это просто невозможно а терять еще один год уже в таком возрасте или вы просто не может себе позволить как мне кажется круто потому что это очень редкая позиция для болельщика барселоны болельщики барселоны ассоциируют клуб и месси это как будто бы одно и то же это как будто бы по крайней мере одно целое которое нельзя разорвать ты же говоришь о том что во первых нужны перемены а во вторых тебе интересно посмотреть на месси в другой команде это в общем редко услышишь ну его уход он же неизбежен это все должны понимать клуб же все равно будет существовать когда лево уйдет и пускай лучше возможно это да сейчас конечно получится не самый красивый уход мягко говоря но я не знаю мне кажется что правда время пришло я не вижу способа как это все можно вылазить чтобы лево остался и и все было хорошо вот сейчас мне кажется вы уже мы черту прошли такую что но это уже не откатить наверное все таки или я сам тоже это понимает поэтому я не знаю и другое дело что все все карты должны сойтись потому что не каждый клуб мягко говоря может его потянуть и сейчас многие даже уже публично сказывается что мы не будем точно даже пытаться лево взять то есть и в моей голове остается только сити и я уже там тоже начинаю следить за этим моментами там недавно все обратили внимание что куну гуэра раньше был записан в инстаграме с десяткой сейчас он просто куну гуэра уже без десятки название инстаграма и все начинают это все связывать строить теории что походу нас освободил свой номер под лео а там же еще и пеп они с куном дружат с детства не это очень интересно тем более прикинь месси в пимер лиги в лиге чемпионов он прям вообще очень даже ему было приятно играть против английских команд я за время работы на испанских матчах от недоброжелателей испанской лиги всегда слышал что ваш месси это карлик посмотрите на сборную он может только со своими гномами в своей барселоне засуньте его в нормальную лигу и ничего не будет я не знаю как нормальный человек может подобные предъявлять аргументы но вот это действительно очень круто ты считаешь что он в англии себя проявит еще как несмотря то что ему 33 я не знаю но мне очень интересно вот прям вообще безумно интересно то есть будет зависеть от того какую роль ему пепа даст да в команде может быть они договорятся что лео станет как инструмент в конструкции пепа а не наоборот что лео будет центральной фигурой и он будет все перестраивать под него то есть как они решат это же тоже здорово потому что они у них отношения думаю замечательные остались после ухода пепа и может быть лео как раз таки вот именно пепа это тот человек которому лео готов уступить чтобы попробовать помочь ему достичь вот этой лиги чемпионов они же оба безумно хотят ее выиграть уже сколько лет и может быть и или и гвардиола еще по моему в баварии даже шутил и говорил что вот будь у меня такой игрок многое могло бы пойти по-другому в решающих матчах да и то есть как раз таки просто представим что сейчас месте был бы в этом матче против лиона за сити и те моменты которые они не забили помогли бы им пройти дальше и как бы уже ну то есть да это сослагательное наклонение футболе но я просто очень бы хотел посмотреть действительно на их дуэт снова и чтобы они грубо говоря всем хейтерам ответили свои победы в лиге чемпионов это будет очень красивая история просто замечательно как тебе позиция клуба потому что есть вероятность что все это дело дойдет до суда потому что там один конкретный пункт является яблоком раздора и судя по всему бартамео уперся месси тоже принципиально занял позицию пообщавшись с куманом и так далее когда один из лучших клубов мира и один из лучших игроков в истории футбола судится между собой как ты на это смотришь но конфликт между руководством и лео наверное тоже не новость то что вообще назревал в целом да и левого постоянно же шантажировал руководство клуба с возможным уходом чтобы потом вроде как контракт себе пробивать получше насколько насколько я понимаю насколько я вот все прочитал тоже на эту тему борсиона здесь выигрышные ситуации вроде как юридически они ну никак не могут проиграть это дело если действительно все будет жестко до суда доходить то есть скорее всего фифа там они тоже примут сторону клуба ну потому что с коронавирусом вот эти все контракты и продление сезона это все очень сложно и само собой вас ну не можете позволить просто бесплатно его отпустить другой стороны в том-то дело что им тогда нужно сейчас его продавать именно продавать чтобы он в следующем году бесплатно не ушел если лео действительно ну я правда не знаю конечно тут интересно если они не смогут растаться будет ли лео до конца бойкотировать и не ну и не будет ли он играть целый сезон или все-таки он какие-то свои обиды замнет и это вопрос пока без ответа потому что то что это профессионал колоссальный в этом нет никаких сомнений в том что барселона для него родной дом в этом тоже никто не сомневается и если действительно вот этот затык который сейчас совершенно невозможно понять и кстати чем дальше тем лучше клубу чем дольше это тянется тем это выгоднее барселоне потому что если мисси не собирает чемодан и не уезжает он остается ее игроком и как бы расчет в том что он не бросит тренировочный игровой процесс посреди сезона это невозможно просто на тренировке тренировки уже я вроде считал что он точно будет тренироваться с ними и но и с другой стороны а это все быстро провинуть невозможно это колоссальный переход один из самых важнейших переходов вообще может случиться за всю историю за последние 20 лет грубо говоря да там наравне с переходом крестьяна в ювентус там это все невозможно провернуть там за неделю типа там такие суммы фигурируют надо все согласовать ну я не знаю правда мне кажется что даже если бортамео сейчас уйдет уже уже куман в команде с куманом у них сразу не заладилось общение то есть они сразу не нашли общий язык если бы после поражения 28 сразу бы последовала отставка бортамео и грубо говоря назначение хави мне кажется что мисси бы и успокоился и то хави бы может может быть это все разрулил как-то лояльнее потому что тут сразу сказали суарес на выход и я согласен всем что луис уже не может быть основным нападающим барселоны если мы говорим про амбиции выиграть лигу чемпионов но вот так вот просто сказать человеку который последние пять лет приносил кучу пользы клубу просто сказать все чувак давай гуляй но так тоже как-то неправильно наверное все таки можно это было сделать как-то по-другому может снизить его роль в следующем сезоне чтобы он был наставником для более молодых и потом постепенно ушел я не знаю ну то есть все это как-то слишком топорно получилось как-то прям очень жестко и на фоне всей дизморали в команде конечно вот лево понял все все хватит с истории ты за леонель и месси чтобы не случилось я не могу быть на стороне клуба потому что пока в клубе бартамео но этот парень просто просто делает что-то невероятное каждый год и мы видим насколько из вот там той барселоны которую мы видели последний раз там в двенадцатом году да вот именно та великая барселона пепа которая влюбила себя весь мир что сейчас осталось да вот за все это время правления бартамео удивительно да насколько один человек в главе может разрушить настолько величественное строение настолько сильный коллектив и клуб в целом сейчас имя барселона уже не так пугает даже я думаю соперников на поле как это было раньше а это тоже большая часть футбола когда ты выходишь на тот же энфил ты подсознательно уже боишься например да то есть все атмосферы ты понимаешь что там большой клуб какой-то ну вот и могут ноги дрогнуть сейчас выходя против барселоны мне кажется команда не наоборот рвутся вперед и не бояться вообще ее обыгрывать и из-за этого тоже многие матчи отдаются спасибо тебе большое константин гирин ставр в подкасте болеть из-за своих спасибо тебе огромное до барса как говорят барселоне виска каталония да вот это биска барсо это был подкаст болеть из-за своих специальная серия посвященная барселоне или анали месси у меня нет какой-то позиции я не знаю как правильно надеюсь что вы знаете пишите нам в комментариях что вы по этому поводу думаете и чего вы ждете хотя вопрос про леонели месси я уже задавал в предыдущем подкасте в общем короче говоря спасибо вам что вы остаетесь с нами что вы смотрите нас на ютубе что вы слушаете нас на всех основных площадках для подкастов начиная от apple подкаст google подкаст и яндекс музыка мы представлены везде спасибо вам оставайтесь с нами мы будем стараться реагировать на главные события мирового футбола болейте за своих счастливого пока